Чтобы решить несколько следующих задач, нужно сначала найти ответ на такой вопрос. Какая средняя длина проекции отрезка на случайную прямую? На плоскости. Не в пространстве. В пространстве мы уже знаем. Ответ. Есть некоторый отрезок длины L с прямой, есть некоторый угол φ. Да. Что нужно посчитать? Там φ от 0 до 90 градусов. То есть это интеграла от 0 до 90 градусов. Потому что понятно, можно, конечно, было бы φ и другие рассматривать, но это будет симметрично неинтересно. Достаточно рассмотреть случай острого угла. Рекция это L косинус φ. Да. И надо еще разделить на π полам. Ну да, на 100 градусов. Это надо разделить на π полам. Да. Ну, интеграла от косинуса это синус. Да, да, да. Поэтому это будет поменять L делить на... Ну, все-таки напиши. Синус φ надо посчитать в пределах от 0 до π полам. Да. Ну, синус π полам это единица, а синус равняется на... Отлично. Значит, получился ответ. 2 πλ. Хорошо. Ну, то есть константы... Между прочим, это известно в математике под названием игла бифона. Понимаете, такую штуку? Бросаем иголку на разлинованную параллельными прямыми плоскость. Если известна длина иголки и расстояние между этими параллельными прямыми, то вот примерно таким же способом получаем вероятность того, что будет пересечена. Вот, называется игла бифона. Ну, сейчас не о том разговор. Вот мы получили формулу 2 πL. Теперь задача по геометрии. Даны два набора векторов. А1, А2 и так далее, АН-ная. В1, В2 и так далее, ВМ-ная. Причем сумма длин проекций векторов первого набора на любую прямую, берем любую прямую и на нее проецируем, не больше суммы длин проекций на ту же прямую векторов второго набора. Докажите, что в таком случае сумма длин векторов первого набора не больше суммы длин векторов второго. Рассмотрим среднюю сумму проекций первого набора на прямую. Да. И такую аналогичную среднюю для второго набора. Да. И первой будет не больше второго. Да. А поскольку там есть коэффициент 2 битых. Коэффициент умножить на длину. Да. И так будет для каждого отрезка. Причем нам не важно здесь даже какой коэффициент. 2 битых или что? Просто важно. Две битых умножить на сумму длин. Да. Аналогично для второго набора будет 2 битых умножить на сумму длин. Да. И мы просто знаем, что коэффициент умножить на сумму длин набора первого набора Отлично. Больше, меньше, чем коэффициент вновь на сумму 2 на 2. Спасибо, отлично. Следующая задача. Докажите, что если выпуклый многоугольник лежит внутри другого выпуклого многоугольника, то периметр внутреннего не больше периметра внешнего. Рассмотрим проекцию напрямую. Но опять, на любую прямую проекцию не больше. И опять же будет 2 битых умножить на сумму 2. На всякий случай, напомните, пожалуйста, как это делать без всяких проекций. Просто на всякий случай, вдруг кто-нибудь забыл. Если у нас есть один многоугольник, есть второй? Да. Один многоугольник внутри другого выпуклый. Восставим в вершинках внутреннего многоугольника пермотикуляры. Да. Эти пермотикуляры где-то пересекут. Но видно, что расстояние между двумя параллельными прямыми не больше, чем соответствующие ломные соединяющие точки на S. Отлично. Следующая задача. На плоскости даны несколько векторов. Сумма их длин известна. Некоторая величина L. Докажите, что из них можно выбрать несколько векторов. Может быть, один, может быть, несколько. Так, что длина их суммы будет не меньше, чем вот эта величина L, деленная на π. Запишем условия, потому что сейчас это важно все-таки. Запиши, V1, V2 и так далее, Vn, это векторы. То есть над ними даже стрелочки лучше поставить, непонятно. Это не просто отрезки, это векторы. Что нам известно? Что сумма длин равна некоторой величине L. Так вот, оказывается, можно несколько из них выбросить или все оставить, или только один взять, неизвестно. Так, что сумма векторов, которую мы будем рассматривать, будет не меньше по длине, чем L делить на π. Как это делаем? Сейчас, чтобы длина суммы. Да. Чтобы длина суммы под системой была бы не меньше, чем L-питер. У нас есть векторы. Сумма длин их известна. Мы можем спроецировать на любую прямую. Получится какая-то проекция. Средняя проекция это 2-питых умножить на L-большое. Значит, есть такая прямая, что проекция на нее будет не меньше, чем 2-питых умножить на L-большое. Напиши. 2-питых умножить на L-большое. А теперь смотри. Проекция на эту прямую. Точнее, сумма длин проекции этих векторов на эту прямую не меньше такой величины. Отлично. Ну, теперь смотри. Вообще-то среди векторов у нас какие-то, что называется, положительные, какие-то отрицательные. Ну, если у нас прямая, у нее есть направление. Несколько положительных чисел и несколько отрицательных, сумма модулей которых не меньше, чем 2-питых умножить на L. Значит, либо у положительных, либо у отрицательных сумма модулей будет не меньше, чем L делить на π. А это ровно тоже нужно было. Да. Понятно? Да. Вот. Теперь маленький комментарий. Насколько вот эта оценка L разделить на π точная? На самом деле точная. Я смотрю на многоугольник. Какой? Какая система этих векторов? Описанная. Например. Можно нарисовать картинку. Правильный многоугольник. Вот смотрим. Да-да-да-да-да. Просто вдоль окружности вот так вот, да? Смотрим, что у нас тогда будет. При проекции на любую прямую у нас получится отрезок длины почти 2. Если радиус окружности единица. Правильно? А сумма длины этих векторов будет почти 2π. Ну вот и все. Как ни подбирай, потому что при проекции на любую прямую у нас много не получишь. Потому что половина... Ты будет примерно проекция просто. Да-да-да. А число 2π отличается от числа 2 как раз в π раз. 2π отличается от двойки в π раз. Все понятно? Это точная оценка. Это точная оценка. Написать что-то существенно лучше нельзя? Хорошо. Следующее. Докажите, что если длины всех сторон и диагоналей выпуклого многоугольника меньше d, то периметр меньше, чем π умножить на d. Я смотрю проекцию на некоторую прямую. Да. Эта проекция – это отрезок. Да. Периметр является удвоенной длиной отрезка. Нет. Проекция периметра – это удвоенная длина этого отрезка. Да. И еще проекция не больше, чем d на любую прямую. Да. Потому что диагоналя выпуклого всех сторон – d. Да-да-да. Поэтому… Проекция всегда не больше, чем d. Напишите, не конец. Это называется длина. Две питых. Не совсем, потому что в два слоя. С одной стороны, чем d. Да. Больше, чем d. Наоборот. Вообще-то наоборот. Меньше. Меньше, чем d. Любая проекция не больше d, поэтому средняя не больше, чем d. А поскольку было в два слоя, то, соответственно, да. Отлично. Следующая задача довольно хитрая. На плоскости даны четыре вектора. А, b, c и d. Сумма которых равна нулю. Пиши, пожалуйста. А плюс b плюс c плюс d равно нулю. Ноль только раз вектором тоже. Докажите, что сумма их длин больше или равна, чем сумма длин векторов a плюс d, b плюс d и c плюс d. Больше или равна, переход на новую строчку. А плюс d, b плюс d и c плюс d. Мы смотрим проекцию напрямую. Для того, чтобы доказать неравенство, достаточно доказать для любой проекции. Потому что коэффициент 2 петых – это некоторая постоянная величина. И поэтому, если для проекции всегда будет больше или равно, то и для исходной системы то же самое. Прямую – это будут просто какие-то числа. Да. Уже здесь напрямую лучше записать без этого хитрого условия, а просто вместо d подставить минус a, минус b, минус c. Так будет понятнее. Можно на чистой доске? То есть напрямую будут три числа. Три числа уже будут. Нет. Ну хорошо, что да. Минус a, минус b, минус c, да. И что же надо будет доказать про них? Нужно будет доказать, что сумма модулей чисел a, b, c и a плюс b плюс c Это нужно проверить уже для чисел. Уже никаких векторов нет. Проекция свела задачу к обычным числам. Да, и что? Ну, если a, b, c – положительные числа, то все хорошо. То все открывается с плюсом, то и все хорошо. Если c, в любом случае, можно поменять все знаки на противоположные, ничего не изменится. Поэтому можно считать, что какие-нибудь, и числуха симметричная, поэтому можно считать, что какие-нибудь два числа обязательно не отрицательные. Ну, пусть a и b, там b больше a, не отрицательные. Пиши, b больше или равно а, больше или равно нуля. Так можно считать, потому что симметричное неравенство, и можно у всех поменять знаки. Да, хорошо. Если c положить, то все хорошо уже. Если c отрицательное и модуль c меньше, чем a, то все модули раскрываются с плюсом, ну, кроме здесь, и тоже все хорошо. Да, конечно. Если модуль c располагается между a и b, то… Такой случай, отлично. И нужно просто написать, во что превращается неравенство. Ну, превращается в а плюс… А плюс b минус c, да, c. Ну, здесь c сокращается, а уничтожается, уничтожается, здесь c уничтожается. Здесь остается 2 плюс 2b, в правой части только 2b. Отлично. Этот случай разобрали. И еще, не надо стирать, еще какой? А, и еще, когда минус b больше, чем c. Отлично. c меньше, чем минус b. Понятно. c меньше, чем минус b, но все-таки больше, чем минус a, минус b. Хорошо, хорошо, да. Теперь это будет сумма. А плюс b плюс c больше, чем минус b, минус c, плюс a плюс b минус a, минус c. Здесь остается минус 2c. Что здесь? Здесь будет cc, здесь будет 2a плюс b. Да. Но это больше. Больше равно. Да, ну и последний случай. Когда число c сильно отрицательное. c меньше, чем минус a минус b. Так, тогда будет... a плюс b плюс c минус a плюс b минус c минус a минус b минус c. Да. Больше равно, чем минус b минус c плюс a плюс b минус a минус c. Да, и что? a уничтожается, b уничтожается, здесь остается минус 2c. Да. Что здесь остается? Здесь a уничтожается, b уничтожается, здесь остается минус 2c. Ну и отлично. Ну, то есть, перебрали все случаи, и все получилось. Внутри выпуклого многоугольника, a1, a2 и так далее, а n взята, точка O так, что сумма векторов o, a1, o, a2 и так далее, o, a, n, это нулевой вектор. Ну, то есть, так называемый центр тяжести. Выпуклого многоугольника. Пусть сумма длин отрезков o, a1, o, a2 и так далее, o, a, n, это величина d. Докажите, что периметр нашего n-угольника не меньше, чем 4d делить на n. Если n четное, периметр больше или равен, чем 4dn делить на n квадрат минус 1. То же самое n квадрат минус 1. Если n нечетное. О, это центр тяжести, да? Да. Рассмотрим проекцию на нектую прямую. Да. Это будет отрезок. Конечно. Замечательно. У выпуклого многоугольника проекта это всегда отрезка. На этом отрезке будут отмечены точки. Да. А. Точки A. Проекции точка, да. Проекции точка. Да. И понятно, что вектора o'a и t тоже будут в сумме давать ноль. Да, конечно. Проекция нуля это ноль. Поэтому, например, сначала в первом случае есть отрезок. Вот здесь ноль. Да. Это проекция центра тяжести, да? Проекция центра тяжести. Это проекция всего многоугольника. Да. И тут стоят какие-то точки. Да. То есть, есть несколько положительных чисел и несколько отрицательных. Причем известно, что сумма всех чисел это ноль. Сумма проекции сторон выпуклого нугольника это 2 умножить на х1 плюс модуль у1. Да, конечно. 2 умножить на сумму х1 и модуль у1. Это сумма проекций. Да. Это больше или равно, чем некий коэффициент, g умножить на сумму проекций отрезков от центра тяжести до першин нашего многолугольника. Да. То есть, мы говорим, g это некий коэффициент. Коэффициент, который потом окажется... 4n. Да, в одном случае 4n, а в другом случае 4n, 9n. Такой коэффициент, да? Замечательно. Что будет, когда мы докажем их неравенство? Вот предположим, что для вот такого g мы докажем. Что будет дальше? Ну, мы докажем это для любой прямой. Для любой прямой? Для любой проекции, да? Для любой проекции напрямую. Да. Ну, если для любой проекции напрямую это верно, то это верно и в многолугольнике. Да, то это верно и для самих. Да. Понял. Значит, теперь нужно просто проверить такое неравенство для того самого g, да? Замечательно. Хорошо, как? Да. Это понятно. Потому что сумма k чисел равна а, значит, да. 2x сокращается, а сокращается. Остается. Да. Ну, это то же самое, что... Ну, в общем, нужно это привести, да. 1 жетая меньше или равна, чем k умножить на n минус k и делить на n. Да, действительно, от k это квадратичная функция. Максимум у нее в середине. Ну, для n четуру в n к полу, для n четуру в n минус 1 к полу. n минус 1 и в n плюс 1 пополам, симметричная, будет одно и то же значение. Осталось подставить. Да, это тот самый коэффициент. Отлично. Получилось. Длина проекции замкнутой выпуклой кривой на любую прямую равна 1. То, что называется кривая постоянной ширины. Докажите, что ее длина равна π. Ну, рассмотрим проекцию на прямую. И рассмотрим среднюю проекцию этой кривой на прямую. Да. Средняя... Поскольку любая проекция равна 1, то средняя проекция равна 1. Да. Но 1, средняя проекция равняется 2 битам от длины нашей линии. Да. Но заметим, что она в два слоя, поэтому двойки на самом деле не будет. Да. Поэтому будет 1 равняется 1 битам от длины. То есть длина равняется π. Правильно. Отлично. И последняя задача. Дано несколько выпуклых многоугольников. Причем известно, что нельзя провести прямую так, чтобы она не пересекала ни одного многоугольника, и по обе стороны от нее лежал хотя бы один многоугольник. То есть нет такой не рассекающей ничего прямой. По обе стороны от нее хочется что-нибудь лежит. Докажите, что эти многоугольники можно заключить в многоугольник, периметр которого не превосходит суммы их периметров. Давайте рассмотрим выпуклую оболочку. Да. Условие на прямую на самом деле означает, что проекцией на любую прямую является отрезок. Да. Но периметр выпуклой оболочки будет удвоен этот отрезок. Проекция периметра. Ну да, опять-таки. Длина проекции периметра – это удвоенный отрезок. Да. А длина проекции периметров внутренних многоугольников будет больше, чем удвоенный отрезок. Больше или равно, да. Больше или равно. Все. Да. По сути, все. Больше или равно. Больше или WOMAN.